Здравствуйте! Вы смотрите передачу «На самом деле». С вами Андрей Творогов. Принято считать, что в отношениях работодатель-работник именно работодатель всегда выступает сильной стороной. А работник – сторона слабая, заведомо ущемленная в правах. И потому работников надо всячески оберегать законодательно. Не буду опровергать это суждение. Зачастую именно так. Люди, рассчитывая на оплату своего труда, часто вынуждены мириться с разными обстоятельствами. Как с нарушением трудовых прав, так и с откровенным хамством и самодурством со стороны работодателей. Вот, к примеру, был такой случай. Невыплата заработной платы или задержка выплаты заработной платы в области трудового законодательства. Это происходит на сегодня повсеместно. Прежде всего, проблема является в том, что когда люди заключают трудовой договор, они не вчитываются в него, не формируют сами условия, хотя законодатель позволяет им это сделать. То есть рекомендация какая-то – внимательно и подходить к моменту устройства на работу, именно к оформлению документов. Что и говорить. Работник – сторона финансово зависимая от своего начальства. Подчас при этом забывается, что создавать для работников работу – это тоже работа. И эта работа не менее важна и ответственна, а подчас и гораздо более трудозатратна. Не говоря об эмоциональном грузе, который лежит на любом руководителе предприятия. Вовремя заплатить зарплату, уплатить с нее налоги, обеспечить комфортные условия труда, урегулировать разногласия между подчиненными, закрыть вакансии грамотными и надежными специалистами и так далее, далее. Далеко не каждый готов завалить на себя эти рюкзаки с грузом ответственности. Но бывают и такие случаи, когда под шкурой овцы скрывается настоящий волк. Вот, к примеру, был такой случай. Можно привести яркий пример из злоупотребления процессуальными правами именно работников. Недавно бухгалтер одного из крупных предприятий допустила дисциплинарное нарушение. И в этот же момент, когда она понимает, что она будет уволена по основаниям дисциплинарным, она подает заявление по собственному желанию, чтобы работодатель ее уволил по собственному желанию. Хотя это в дальнейшем влияет и на деликтный состав, и на правонарушение, которое она допустила. А она злоупотребляя, вот, пользуется нормами процессуальными. Также работники часто не получают уведомления от работодателя, допустим, о сокращении, скрываются от этого, не получают приказы по месту. В основном эти в области правонарушения в отношении работодателя, стороны работников в области процессуальных прав. Либо же причинение вреда работодателю, ну, ущерба конкретному. Чем обусловлено появление работников-террористов? В первую очередь, конечно, тем, что рыба ищет где глубже. И что поделать, если кто-то родился хищной щукой? Схватит так, что мало не покажется. Во вторую очередь, на мой взгляд, это обусловлено тем, что действующее трудовое законодательство ориентировано прежде всего на его применение крупными предприятиями. Работодателями с большим штатом, кадровиками, бухгалтерами, юристами, специалистами по охране труда, внутренней службе безопасности и так далее. Эти нормы подчас неприменимы для работодателей из среды малого и среднего предпринимательства. Для организации должной системы документа оборота, учета и организации труда попросту не хватает ни сил, ни времени, ни денег. И бывает так, что недобросовестные работники охотно пользуются таким положением. Вот, к примеру, был такой случай. К работодателю предъявляются серьезные требования, связанные с гарантиями прав работников. И соблюсти полностью всю процедуру увольнения, допустим, при сокращении, без конкретного специалиста на предприятии или высококвалифицированного бухгалтера, допустим, достаточно тяжело. Поэтому так высока статистика и судебная практика по восстановлению на работе. Потому что часто работодатель малый и средний бизнес, он не соблюдает полностью все критерии законодательства в отношении работников при его сокращении, увольнении. И работник, легко пользуясь этим, восстанавливается на работе. Впрочем, для этой ситуации есть определенные решения. Трудовой кодекс России предполагает некоторые особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей физических лиц и у работодателей субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям. И на эти особенности в очередной раз обратил внимание Верховный суд России. Так, работодатели субъекты малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, вправе отказаться полностью или частично от принятия локальных нормативных актов. Например, правил внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение премирования, графика сменности, а также других актов. В таких случаях указанные вопросы регулируются трудовыми договорами, заключаемыми с работниками на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации. Работодатели – субъекты малого предпринимательства в праве заключать срочные трудовые договоры при любых обстоятельствах, если только численность работников такого работодателя не превышает 35 человек, а в сфере розничной торговли и бытового обслуживания – 20 человек. Теми же правами обладает работодатель физическое лицо. Кстати говоря, Верховный суд подчеркнул, что если вы вступаете в отношения с людьми в целях личного обслуживания и помощи поведению домашнего хозяйства, то есть приготовления пищи, уборки, жилых помещений, присмотра за детьми, ухода, наблюдения за состоянием здоровья, то по отношению к таким людям вы будете работодателем физическим лицом со всеми вытекающими отсюда последствиями. В трудовом договоре с работником, работающим у работодателя физического лица, неважно предприниматели или нет, помимо оснований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, могут быть предусмотрены дополнительные основания увольнения. При этом такие основания не должны носить дискриминационного характера. Ну и, наконец, третьим фактором, влияющим на уверенное поведение работников-террористов, является, конечно, безусловная поддержка работников со стороны судебной системы. Так, в 2017 году судами было рассмотрено чуть менее 600 тысяч трудовых споров. Львиная доля из них посвящена зарплатам и прочим перечислениям счета оплаты труда. Из последних удовлетворено 97%. В прошлом году с работодателей взыскали 31 миллиард или 66 тысяч в пересчете на один удовлетворенный иск. Эти цифры являются рекордными по отношению к статистике прошлых лет. Специалисты объясняют это увеличением срока исковой давности по взысканию зарплат и прочих выплат. В 2016 году трехмесячный срок заменили на годичный. Еще, по мнению специалистов, работники проявляют все большую юридическую грамотность. Как бы то ни было, лучшей защитой от нападения недобросовестного работника будут грамотные своевременные подготовленные документы, а также неукоснительное соблюдение трудового законодательства. А вот станут ли работники со временем сильной стороной трудовых отношений, как всегда покажут практика. Свои приложения по темам для передачи «На самом деле» можете направлять на адрес электронной почты передачи ТВ на самом деле собака.gmail.com. А повторы выпуска этой и других программ вы всегда можете посмотреть на сайте veta.tv в разделе «Передачи». С вами был Андрей Творогов и до встречи.